В Великонодулевском краеведческом музее открылись сразу две выставки. Помощь в их организации оказали сотрудники Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Спектр». Первая экспозиция – колыбель «Донбасс» от работы Союза кузнецов России. Вторая – кубинка в миниатюре. Частная коллекция танков 20 века. На открытии выставки первыми побывали студенты ЛДПК. Здесь миномет, лента от крупнокалиберного пулемета. Здесь роза, остатки гильзы крупнокалиберного орудия. Здесь также лопатка, каска. Сломано, раздавлено, взорвано. Все эти экспонаты действительно привезены из Донбасса. Сломанное оружие – части разорвавшихся снарядов, минометы. Реальные свидетели событий на Украине. За каждым человеческие судьбы и жизни. Выставка «Колыбель Донбасса» – это призыв. Там, где война, нет жизни. Только сложив оружие, можно создать прекрасное. Это все-таки трагедия. Погибают и дети, и женщины, и старики в связи с непониманием жизни политиков. Никто не смотрит уже на человеческую жизнь, как действительно на человеческую жизнь, которая самая ценная в нашем мире. И художник, именно Кузнец, на мой взгляд, показывает именно вот эту трагичность своих экспонатов. Олег Чуриков лично знаком с авторами этих работ. Каждый не понаслышке знает, что такое вооруженное противостояние. Поэтому и пришла в голову мысль организовать выставку и приглашать молодых людей. С одной стороны, это патриотическое воспитание. С другой, именно им, студентам и школьникам, нельзя допустить, чтобы когда-нибудь на территории нашей страны гремели выстрелы и разрывались снаряды. А это уже другая выставка, частная коллекция Андрея Хоменко. Автор собирал ее 8 лет. Здесь около 300 танков и их модификация времен Великой Отечественной войны. Танки вермахта, наши советские танки, все практически модели. Есть английские, японские, французские, итальянские бронетехника. Здесь самое знаменимое, ну, конечно, королевский тигр. Тигры 41-го года. Всевозможные самоходки, которые участвовали именно в боях при прорыве, например, наших войск именно в июне 41-го. В советских кинофильмах и хрониках мы привыкли видеть только несколько видов танков. На самом деле, армейское оснащение всех стран-участниц Второй мировой войны было на высоком уровне. Дополнительная техника, которая, например, эвакуационная против минной. Смотря на эти экспонаты, я даже просто-напросто с открытыми глазами смотрел, чтобы такие существовали. Особое место занимают наши отечественные танки и самоходки. Здесь представлены модели Первой мировой войны. От витрине к витрине можно увидеть, как развивалось оборонное производство. И, конечно, кульминация – витрина со всеми модификациями знаменитого Т-34. Тут и огнеметный, и калибр другой, и броня другая. То есть они все шли под своими названиями. Это не один был танк, это просто модернизация танка была. Это все выведы в Т-34. Все танки представлены в масштабе 1 к 35. Любителям военной техники посетить эту выставку будет интересно и познавательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!